Два года в Чувашии работает программа капитального ремонта жилых домов. Подрядчики определяются на конкурсной основе. Полученная экономия уходит на эти же цели. Так, вне плана был отремонтирован дом номер 4А по школьному проспекту в Чебоксарах. Здесь удалось заменить кровлю дома раньше срока. В доме 55-го года постройки начала протекать крыша. Он был включен в программу капремонта на 2020 год. Но заменить кровлю понадобилось срочно. Талая вода уже добралась до первого этажа. Жильцы сами проявили инициативу, собрали необходимые документы и их дом включили в программу раньше срока. Мы надеялись, конечно, только на проведение капитального ремонта крыши, поскольку старая кровля у нас не ремонтировалась. Все время были протечки и люди даже не могли свои квартиры на втором этаже отремонтировать. А сейчас проблем нет. Сейчас надеемся, что все будет в доме в порядке. Всего на ремонт из республиканского фонда было выделено почти 2 миллиона рублей. Свыше 300 тысяч рублей средства собственников жилья. В этом доме взносы за капремонт платят регулярно и сборы составляют 90%. У них очень активные граждане проживают здесь. Они на друг друга влияют. И как стало известно, собственники данного многоквартирного дома, собрав собственные средства, выполнили капитальный ремонт фасада этого дома в прежние годы. На сэкономленной в ходе проведения аукционов средства удалось отремонтировать 25 многоквартирных домов. Общий уровень поступаемых взносов ежемесячно растет. Екатерина Куприна, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика.